Девушки отдыхают Садись, я принесу Я сейчас оболью Скажи вкусная вода Обалденная Очень вкусная Папа выпьет Папа выпьет Я уже выпил А так хорошо Вообще, милое дело Они к ковру приехали Девушка наливает молоденькая Волонтерша наливает Наверно, да Вся чистенькая, белые на рукавничке На, я тебе сейчас покажу Возле храма я фотографировала Там к Рождеству украшали Так красиво сделали Вообще А вот сделали Вот видишь как Красиво скажи И вот это Полный вид Полный вид Красота такая Это вот церковь Это за нас сейчас свечку поставила Сфотографировала 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 Вверху я думала Ты икона Ну вот храм Для тебя Чтобы ты хоть посмотрела Красиво Я там стучаю Мне кажется Немножко неправильно Значит первые три дня Душа прибывает Там где она любила Да, я только говорила Вот С третьего по девятый Она находится в раю В раю ей показывает Шесть дней С девятого по сороковой В ад То есть в любом случае Показывает Показывает А потом она сидит Где-то в уголочке И проведет свою судьбу Нет Потом суд Такой Ей определяет место Допустим Тут Тут В общем Какое-то место находят И садят Вот и жди Второго суда А когда он идут? Второй путешествие А то есть как бы Люди сразу в рай не попадают Они там сидят и ждут? То есть если человеку Рая как такового еще нету Оно будет тогда Когда придет Господь Второе пришествие Пустится Иерусалим Нерукотворный Надо соблюдать Все заповеди А если человеку Предназначено сейчас Попасть в ад И если его вымолить Он потом может Попасть в рай Многих вымаливают Да Многих вымаливают Даже тех Даже не крещеных Да Есть такой Святой Уар Вот Короче Точно не помню как было Короче Одна царица жила С одним Мужчиной Анастасия Великого ученица Анастасия взяла его к себе Точел com И спрятала Ана умерла на день Она пятнадцатая же умерла? Твой день Она умерла, когда чтили День памяти Серафима Саровска Да День памяти Серафима Саровска Да 3 января она попала в аварию, а 4 января, вот как раз я у вас была, это был день Анастасия. Ее надо вымаливать матери. Ну конечно, а кому? Ну и нам всем тоже. Просто так в рай не попадают. Что вот раз и я буду там, нет, кто-то должен молиться за нее всю жизнь до конца своей. Там написано, спаси и упокой Господи. А дойдет моя молитва, не дойдет, это не Бог одному известно. Возьмет он мою молитву или не возьмет? И вообще Бог сказал, ваши мысли это не мои мысли. Нам тут все по-другому. Ты думаешь одно, а получится может быть другое. А может быть она какие-то у нее добродетели, которые Господь... Ну да, мы с ничего не знаем. Я могу рассказать один момент, как Господь может простить. Один был очень сборщик податей, жил в Средней Азии. И он был очень такой злой, не подавал милости, ничего. Петр назвал его. И вот как-то раз за ним бежит, а он хлеб развозил там, да. Бежит какой-то там нищий и просит хлеба у него. Он берет буханку и у него бросает. На! Так вот за этот сброс, Господь ему все простил. Я ввелся в тонком сне и сказал, вот за это тебе будет. Так он все распродал нафиг. Ушел в монастырь. Понял? Заброшенную в буханку хлеба. Со злостью. Ну да. Вот поэтому сложно сказать, как оно все-то происходит. А вот когда дети умирали, ну разговаривали, которые умерли, а родители рыдают. Они не плачьте, я не хочу к вам, здесь гораздо лучше. Значит уже попало лучшее место. Там апостол говорит то, что и глазами видели, и ухами слышали. Какое оно написано? У Господа обителей много. Много, да. А если мало, то... Если мало, то я еще вам сделаю. Поэтому у нее там обителей столько, что у каждого по своему состоянию души. А вот Ленин, тот в аде уже, скорее всего. У него... Ну, тело... Что такое ад? Это когда нет согласия с Богом. Все. Угу. То есть... Ну, нет согласия с Богом, у тебя в душе ад уже. Он начинается на земле в некоторых. Да, он уже здесь. Когда человек не может себя найти. И то, и все, и туда, и сюда. То есть душа мечется... Душа мечется, не знает, что делать. Не знает, что делать. Это трудная наука. Ее поздавать надо. Что не поймешь, не читай. Пускай мимо. Это... Святитель... Это мне Люба на Украине купила, подарила. Она знает, что я люблю этого святого. Он не совсем давно умер. В 1800 году. Кто такой? Игнаша Беншинина. Гладится? Да. Сейчас пойдем погладим. Поеду к зятю, к любимому. А ты можешь завтра погладить? Не, мама. Я... Сегодня в то, что... Все дела. Я обычно во вторник делаю все дела. И все. Ты в праздники главное не греши. Ничего не делай. Ну, завтра же праздник. Сегодня сможешь нагладить? Конечно. Ну, все. Так и гадит. Масква сейчас вся в пробках стоит. Все едут за город. Ну, на крещение закупаться. Ужас, что. Мне знакомый написал. Ну, это... Пришлось на метро ехать. Потому что на машине вообще бесполезно куда-то ехать. Город стоит. Все, видимо, за городом, на водоемы какие-то. И чтобы вечером на крещение купаться. Вчера, конечно, сильная метель была. Все дороги перекрыли. Ну, ты говоришь, у меня же трактор, а я думаю. У меня танк, я сказала. Танк, танк. Ну, это я так смеюсь, конечно. Не особо танк. Ну, по крайней мере, не сравнить с этой, с Ланосом. Ну, я на Ланосе тоже, конечно, ездила. Но я сейчас бы на путь здесь села где-нибудь. Потому что такие вот эти колея. Едешь и колея, и ты просто по снегу и садишься. Все никак. Ну, что, вот эти вот самые настоящие танки. Ну, большие машины, которые вообще, как у Мишки, да. Они же раскатывают. И для наших вот таких маленьких, низких, там вообще бесполезно после этих ехать. Правда, как ты придешь, у меня аж такие боли были. Я уже не знала, что делать. Я тебя лечу. И мне сейчас боли проходят. Слава тебе, Господи. У тебя, наверное, поднимается настроение. Нет. От тебя исходит. Короче, в тебе мало бесов сидит. Слава Богу. Они у всех людей. Мы их прогоним. Не надо в нас сидеть. Не знаю, что за ткань такая. Если так положишь, вся перекособочится. Да. Не знаешь, как ее разложить. Так краят. Угу. Неправильно. Да, они же должны знать, там как-то тянется ткань. Нас в школе еще учили. Значит, там как-то так надо кроить. А тут, как положил, так и отрезал, наверное. Держи. Оглови. Ох, опять прибавится. Только разгребу полки. У меня нормально. Ну, ты носишь до дыр. Ага. У папы сейчас вот рубаха вообще смотрит. Как... Как сказать... Марля. Как Марля. Это еще не до дыр. Еще надо рукава подбать. Он еще... Ага. Он еще заштопает, да? Да. Застопать потом еще. Закладку поставит. А штопает? А штопает хорошо. И как ушел на пенсию, начал тут ремонтировать. Угу. Деньги экономил. Просто не ремонтировал. Подадил идеальный. А я помню, что ты штопал-то. Все тут штопал, это, тельняшки. Ну, входил в пенсионную жизнь. А, в пенсионный возраст, да? В пенсионную жизнь входил. В экономию. Да. Газеты. Комсомочку правду покупал. Каждый день перестал покупать. Все это там, это вот. Вот. Пакеты перестал покупать. Вот. Сумкой ходил, да? С пакетами ходил в магазин со своими. А. Ну, раньше, да, покупал. Мусор туда складывал. А потом все... Все экономно жить начал. Ну... Оказалось, не очень так. Да, особо не наэкономишь, на самом деле, да. Весь кубист ты все равно будешь вносить очень долго, на ште, на года. Ну... Все равно что-то делать, какое-то движение в сторону экономии, то приятно. Как я вижу, Коля там уже кофе левой рукой держал. Да. Я сама удивилась. Я специально сняла, что это держит. Он вообще с ним мог даже пакет пустой взять рукой. Да. Ну, а то смотрю с левой руки кофе, ну, нормально. Как раз весна. Слушай, да, мы же в каком-то году были, в апреле, там сирень застали, абрикосы, яблони, вот это вот цветение. Это так красиво. Так что если в этом году повезет, все нормально будет. Вы как раз будете, Клавдия, посадить, наверное. Спасибо, доченька. А что-то посадят, наверное. Ну... Не, не посадят. Как раз сажают. Ну, у Коли занятия. Я-то не сажаю. Я на городе вообще не могу. Ты только снимаешь. Да. Я только хожу с камеры. У меня другая работа. Пусть сами сажают. Я только занимаюсь тем, что для животных там. Ну, палочки, веточки, травушки, муравушки. Вот это я чем занимаюсь. Ландыши должны быть. А, ландыши. Я даже привезла, был живан в том году. Да, ландыши. Пускай с этими, с бульбочками. Жаль, я не сохранила. Мои любимые цветочки. Ромашки и ландыши. Ой, я такая, и подснежненькие еще, пролиски. Так, ладно, сейчас с Колей позвоню, поеду к нему. Встать все. Отдохни. Да я что, я не устала? Ну, он еще кофе попьешь. Не, кофе не буду. Маколка, паровоз. Макола, Макола, ты что, спишь? Загулял. Нет, я только помылся. А чего? Ну, я скоро приеду. Ты едешь? Нет, я у мамы с папой еще не вышла. Сейчас оденусь, выйду. Привет вам. Тебе тоже привет. У тебя уже до этого было передано. Так, ну я подъеду по... Ну, кофту взяла тебе. Да, да, да. Замерзаешь, что ли? Это неудобно на процедурах. Ну, я поняла тебя. Ладно, я когда подъеду, позвоню. Давай. Я читал, в детстве книжечка была такая. Миколка, паровоз. А, и запомнил до сих пор. Надо набрать в этом... Есть она, существует или нет, да? Миколка, паровоз. А у него челяшка есть? Есть, но это... Ну, поймите, это... Ну, у него неудобно через голову. Я забрала в стирку, у него на молнии, я ее забрала в стирку. А через голову, говорит, на процедуру мне неудобно это снимать. Спасибо за компанию. Добрали воды. Все, давайте. Пейте водичкой, приеду тоже попьем. Бабушка будет окроплять. Да, мама сейчас квартиру будет окроплять. Занятия тебе. Закрывай, тесь. Ага. СПОКО asseter. Решение. Рисон культ. Увеби был 18 countries with幅 milder Plantальнаяaryef. альная группа братDING. Деньale! Рисон культ. aken. Увеба,